Из домашних архивов во всенародную галерею. Министерство обороны инициировало проект «Дорога памяти». Всем желающим достаточно будет зайти на сайт министерства и поделиться фотографиями и информацией о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В дальнейшем фотографии станут частью мультимедийной галереи «Дорога памяти». Находиться она будет на территории главного храма Вооруженных сил России. Екатерина Семенова зарегистрировала на сайте своего прадеда Александра Григорьевича Лопатина. Он был призван на фронт 1 сентября 1941 года. Воевал на Брянском фронте под командованием генерала Еременко. Фронт был создан для оказания помощи защитника Москвы. Медали, ложку и воспоминания теперь бережно хранят внуки и правнуки. В своих воспоминаниях моя бабушка Галина Александровна писала «А у нас с мамой была маленькая радость, когда мой отец и мой старший брат встретились в армии. Оба они нам с мамой сообщили, обе мы плакали от радости за них. Этот факт настолько зацепил меня, что я написала свое первое стихотворение, которое ей посвятило прадеду». В память о прадеде мы храним реликвии, медаль за победу над Германией и его фронтовую ложку с инициалами Л.А. Сохранить можно и главное нужно в полном объеме. Все эти фотографии лягут в основу нового музея, который строится в подмосковном парке «Патриот» возле главного храма Вооруженных сил России. Протяженность галереи почти полтора километра, а точнее 1418 метров. Столько дней шла война. «Эта информация будет привязана к данным, которые уже имеются на сайте память народа. Каждый гражданин, обращаясь по указанному адресу, может выслать на этот сайт фотографию своего деда, прадеда, отца, героя, участника Великой Отечественной войны. С кратким описанием его участия. Где, когда он призван, где, когда воевал». Как когда-то деды и прадеды вместе шли к победе фронтовыми дорогами «Наша дорога – дорога памяти». По ней мы должны пройти, чтобы сохранить память о подвиге каждого. Как добавить имеющиеся в архивах снимки и истории в галерею «Дорога памяти» рассказали ишкаролинцам юно-армейцы. Акция прошла в центре города и сразу же нашла отклики в сердцах горожан. «Эта акция мне очень интересна, потому что мой дедушка Веселов Нил Яковлевич участвовал в Финской и Великой Отечественной войне. Но, к сожалению, я сама не смогла найти все его данные. Он умер очень давно, когда ему было всего 69 лет. И все данные из Калининской области у нас потерялись. Но попробую теперь по этому сайту найти его, потому что он кавалер трех орденов Красного знамени». «Летопись героев» есть и на нашем телеканале. В этом проекте вы сами можете рассказать о судьбе ваших близких в годы Великой Отечественной войны. Неважно, воевали ли они на фронте или работали в тылу. Запишите на телефон небольшое видео, в котором вы расскажете историю ваших родных. Пришлите его вместе с фотографиями на электронную почту newssobaka.meter12.ru или оставляйте заявки. Ваш рассказ снимет наша съемочная группа. Главная цель подобных проектов — собрать наиболее полную информацию об участниках Великой Отечественной войны, которая, как дорога памяти, будет жить в храме, а значит, вечно.